Привет, дорогие друзья! В этом ролике я постараюсь рассказать о том, как рассчитать размеры рамочного профиля и вставок наполнения для дверей шкафа-купе. Тех же, кого интересует уже сам процесс сборки дверей для шкафа-купе, смотрите следующее видео, вот ссылка. Друзья, не забудьте поддержать мой канал, ставьте свои лайки, подписывайтесь на него. Ну а теперь подробней о расчете размеров дверей. Размер двери по высоте. Здесь все достаточно просто. От размера высоты проема вычитается 40 миллиметров или 45. При вычитании 40 миллиметров дверь будет заходить в верхнюю направляющую немного выше. Тут кому и как нравится. Итак, возьмем за пример высоту проема шкафа, равную 2500 миллиметров. От высоты проема вычитаем 40 миллиметров, которые потребуются для направляющих и роликов, и мы получаем 2460 миллиметров. Получается, что высота двери будет равна 2460 миллиметров. Размер двери по ширине. Раздвижные двери шкафа должны стоять с перехлестом, где профиль ручки, выступающей двери, перекрывает профиль ручки двери, расположенной за ней. Для расчета ширины двери нужно измерить ширину бокового профиля ручки, умножить ее на количество перехлестов и прибавить к общей ширине проема, после чего полученную сумму делим на количество дверей. Самыми распространенными ручками, например, такими, подходит этот стандартный расчет. Нюансы расчета для других ручек мы рассмотрим чуть позже. Рассмотрим пример при двухдверном варианте, где ширина проема 1450 миллиметров, ширина профиля ручки 26 миллиметров. При двухдверном варианте получается, что перехлест дверей будет один и он равняется ширине профиля ручки 26 миллиметров. Добавляем ее к ширине проема 1450 миллиметров и полученную сумму делим на количество дверей, то есть на две, вследствие чего получаем цифру 738 миллиметров. Разберем пример с тремя дверьми. Например, ширина проема равна 2440. Здесь логично делать три двери, поскольку широкие тяжелые двери не есть хорошо. Ширина профиля ручки равна 26 миллиметрам. Поскольку мы имеем три двери, значит перехлестов будет два. Соответственно, складываем две ширины профиль ручки 26 плюс 26, получаем 52 миллиметра. Считаем ширину одной двери, где ширина проема равна 2440 миллиметров. Прибавляем сумму ширины двух ручек, полученную цифру делим на количество дверей, то есть на три и получаем 830 миллиметров. Получается, что размер одной двери по ширине равняется 830 миллиметрам. Теперь возвращаемся к типу профиля ручки и сразу же хочется сказать, что расчет по такому принципу не подходит ко всем типам ручек, а именно, бывают ручки сужающиеся к внешнему краю и при стандартном расчете перехлеста между двумя дверями и их ручками может получиться большой световой зазор, через который при взгляде сбоку будет видно содержимое шкафа. Соответственно, при расчете с таким типом ручек нужно увеличивать ширину дверей, тем самым произойдет совмещение их наиболее выступающих частей и, соответственно, при взгляде сбоку зазор между дверями окажется минимальным, а содержимое шкафа будет не видно. Покупая профиль для ручек, обратите сразу на это внимание, сложите два профиля и посмотрите, на зазор не слишком ли он велик. Горизонтальные разделители. Ширина горизонтальных разделителей равна ширине двери, минус ширина ручек, плюс глубина выемки в ручке под разделитель, умноженная на 2. Поскольку вертикальный профиль ручки, горизонтальный профиль входит на 1 миллиметр, получается, что к длине горизонтального профиля необходимо прибавлять 2 миллиметра. Считаем. Общая ширина двери 826 миллиметров. Вычитаем две ширины вертикальных ручек, 19 плюс 19 равно 38, и прибавляем выемки двух ручек по одному миллиметру с каждой стороны, то есть 2 миллиметра. Получается, что ширина внутреннего разделительного профиля равна 790 миллиметрам. Расчет вставок наполнения. Для вычисления размера вставок в двери вычитаем от общих габаритов двери ширину профилей, обрамляющих их со всех сторон. Считаем ширину вставок. Если наполнение стекла или зеркала, нужно учесть толщину силиконового уплотнителя, которую умножаем на 2 и вычитаем из размера ширины и высоты. Измеряем вычитаемую ширину ручки, без учета рамки для наполнения. Эту цифру умножаем на две ручки. Полученный размер вычитаем из общей ширины двери и получаем ширину вставки в дверь. Считаем высоту вставки. Измеряем вычитаемую высоту верхнего и нижнего профиля, без учета рамки для наполнения. Нужно учесть толщину силиконового уплотнителя. Полученную сумму вычитаем из общей высоты двери и получаем высоту вставки. Если в двери будет стоять разделитель, то вычитаем толщину разделяющей стенки и не забываем про силиконовый уплотнитель в случае с стеклом или зеркалом. Ну вот, размеры рамочного профиля дверей известны. Наполнителя дверей тоже. Можно браться за изготовление и самих дверей, а об этом подробнее смотрите в следующем ролике. На этом позвольте закончить. Желаю всем удачи в мебелестроении, жду ваших лайков и подписок. До новых встреч, друзья!